В 2020 году тамбовские лесхозы произвели 25 тысяч кубометров пиломатериалов. Это на 30% больше, чем годом ранее. А в течение нескольких лет этот показатель должны нарастить до 50%. То есть половину круглого спиленного леса будут пускать на доски и брус. Достигнуть заветных цифр планируют к 2024 году. Рост переработки сегодня одна из главных задач. Чтобы реализовать ее в нескольких лесхозах, Кирсановском, Цнинском и Хабатовском построят новая цеха. Самый масштабный в последнем. Благодаря такой работе в 2020-м лесхозы смогли заработать 906 миллионов И поднять зарплату в среднем по отрасли до 30 тысяч рублей. В прошлом 2019 году, точнее как это теперь уже, Позапрошлом 2019 году у нас с вами было 810. Практически мы на 100 миллионов в год прирастаем. Это связано, конечно, в первую очередь с выпуском продукции с добавленной стоимостью. Я имею в виду пиломатериалы. Хотелось бы больше, но есть какие-то определенные физические возможности, Которые нас, будем говорить, немножко останавливают. Борьба с огнем – еще одна забота лесхозов. В 2020-м, как и раньше, ей уделяли повышенное внимание. Пожароопасный период закончился очень поздно – 17 ноября. В регионе смогли избежать крупных возгораний. Как отмечает Сергей Истомин, эффективность противопожарной защиты возросла благодаря новой технике. За два года в действии этого нацпроекта получили 7 пожарных машин, порядка 5 тракторов, 7 леспатрульных комплексов малых. Ну а что, про плуги и культиваторы я говорить не буду. Это уже замечательно. Пожарные машины полноценные автоцистерны? Ну да, конечно. Ну не КАМАЗы, мы не берем КАМАЗы, они в лесу себя плохо чувствуют. У нас там есть свои машины. Мы очень здорово обновились, и я этим горжусь. В новом году федеральный центр передаст региону 3 пожарных автоцистерны, 4 лесопатрульных машины, 2 трактора и немало навесного оборудования. Кстати, на месте сгоревшего уже на следующий год появится новый лес. В 2020-м работники лесхозов посадили саженцы на территории 911 гектаров и дополнили ранее созданные плантации на 863. В планах на 2021-й восстановить лес на площади 1050 гектаров. У нас в стране действует национальный проект экологии, в который мы входим с нашим региональным проектом сохранения лесов. Согласно этого проекта, мы с вами до 2024 года с определенным ростом мы должны выйти на площадь 1200 гектаров создания лесных культур. Занимаются лесоводы и наукой. Так, в этом году первую тысячу саженцев сосны обыкновенной, выращенной буквально из хвоинки, горельский лесхоз получит из лаборатории, которую запустили вместе с ТГУ имени Державина. Эти растения будут устойчивы к болезням и в будущем серьезно улучшат генофонд тамбовских лесов. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.